Всем привет, друзья! Вот что хочу вам сказать. В своем доме у каждого человека должны быть какие-то интересности. В каком-то из видосов я вам показывал, что я делал самогонные, там нельзя так говорить, наверное, делал напитки, напитки своеобразные. Сейчас мне пришел прибор один, автоклав, и я вам его покажу буквально на следующей неделе. Нам должны просто привезти мясо для тушенки, и мы это все сделаем. Суть-то вот в чем. У каждого должны быть увлечения, и у жены, соответственно, тоже должны быть какие-то интересности. И вот мы взяли кабинетик, который сзади нас, точнее, не кабинетик, а гостевая комната, и дальше сейчас Женя расскажет. Давай. И мы взяли и придумали, что мы сделаем с этой комнатой. Она была гостевой, а теперь будет кабинетом. На самом деле мы много думали, где открыть студию, и в итоге решили, что удобнее будет для жителей поселка и для нас сделать ее в доме, прям в доме. Тем более, что место, в принципе, позволяет. Сейчас мы из этой комнаты будем все вытаскивать, и дальше будем понимать, оставаться ли нам в поселке, или перевозить наш салон, или как студию на большую землю в город. Да, это гостевая, гости у нас не так, чтобы каждые выходные, поэтому превращаем эту комнату в полезную и необходимую для нас площадь. Друзья, в данном видео мы будем наносить с вами жидкие обои, как и на кухне. Помните, мы это делали буквально несколько видосов назад. Также будем использовать производителя Silk Plaster, как и в прошлый раз. Коллекция та же Miracle. Но в следующем выпуске я смонтирую шикарные потолки в студии. Просто сейчас мы ожидаем приход полотна, парящего профиля, светодиодные ленты. И, в общем, тоже будет классный видос. Ждите, вам понравится, потому что это будет не как у всех. Теперь мы выносим из комнаты все лишнее. Кровать удалось нам продать сходу за 3000 рублей. Да, я, наверное, вам в описании под видео расскажу о затратах на этот стартап, если, конечно, вам это интересно. Напишите в комментариях, если это нужно сделать. В общем, пока моя Женька готовит комнату к грунтовке и к нанесению жидких обоев, мы с вами быстренько создадим удобный инструмент для работы с потолками. Потому что в нашем поселке их тут не продают. Сделаю их на основе мастерков. В общем, смотрите. Для того, чтобы заниматься потолками, у нас в городе не продают нормальных стамесок. Глянул на маркетплейсах, посоветовался с ребятами, которые занимаются потолками. Они говорят, Денис, ну лучше всего изобрести это своими силами. На основе их я сейчас все и изготовлю. Стамеска первая имеет толщину небольшую. Это для того, чтобы можно было где-то в углах что-то сделать и так далее. Опиливать буду уже потом по факту. И затачивать тоже. Моя задача сейчас убрать отсюда лишнее и ее подготовить. Ну так, чтобы это было аккуратно и удобно. Стамеска номер два, самая ходовая, она уже для основной работы. Ее можно сделать пошире. Тут можно немножечко что-нибудь поизобретать. И теперь я должен это опилить. Это первая готова. Теперь вторую. В общем, что-то вот такое и что-то вот такое. Как вы видите, получилось очень много залусовки. Можно, конечно, поправить ее болгаркой. Но и ровность тут тоже не соблюдена. А для полноценной качественной работы с металлами, для зашлифовки, для натачивания ножей и так далее, у меня есть гриндер. Я же понимаю, что вам интереснее было бы понимать все с самого начала. Поэтому я вам это все и покажу. Поэтому важно, когда у болгарки есть настройка скорости, мощей и блокировка. Ну, блокировки есть в основном у всех болгарок. О, на улице сегодня дубак дикий. Покажу все быстро здесь, и это будет намного качественнее, удобнее и интереснее. Давайте для тех, кто вообще не понимает, что это такое и с чем это едят, это гриндер. Настольный станок, на котором вращается шлифовальная лента. Используется эта штукенция для простого шлифования или доводки плоских поверхностей. То есть снятие ржавчины, краски, торцевания, ликвидация острых кромок, заусенцев со старых стальных или любых неметаллических деталей. Гриндер Аффи предназначен для работы с УШМ-болгаркой. Совместим с моделями с посадочным местом на 42 и на 49 миллиметров. Кстати, оба кольца поставляются в комплектации вместе с болгарочкой. 115 или 125, давайте будем точнее. Теперь мы очень быстро это все собираем и смотрим, как это делается. И в конечном итоге сегодня я доделаю все-таки то, чего в нашем городе купить невозможно. Это мастерки для работы с натяжными потолками. Еще что важно, я хочу в своем доме реализовать различные варианты с теневым профилем, с парящими элементами, с простым пластиковым багетом, с алюминиевым багетом. Поэтому, друзья, в ближайшее время вы увидите первую комнату. Ну, по счастливой случайности она же является студией моей любимой жены. Параметры этих двух стамесок я вам объясню. Но, смотрите, сразу скажу, вот эту еще буду подгибать, для того, чтобы можно было легко залезть в труднодоступные места, которые мне необходимы. У меня же не простой багет, у меня, скорее всего, будет парящий, но об этом мы узнаем в следующем ролике. Вот эта стамеска, она уже для основного багета, ту часть, которую заправлять необходимо по дороге. Почему я не приобрел это все на каком-нибудь Валбере, Сия-Зоне? Объясню. Я вам просто рекомендую зайти туда и загуглить стамески для натяжных потолков. Вы увидите китайские варианты, хлипкие, неудобные, в виде пчеловодской стамески, которой подсовывать вообще крайне неудобно. Сбиваются все казанки, это с рассказов опытных потолкоделов. Поэтому такие самоделочки приветствуются лучше всего. Гриндер Афи 915 модель у нас сегодня, и она прошка. Во время наших работ у кого-то возник вопрос, а вот эта штука зачем? Ты ее что-то к гриндеру не прикрутил? Так вот, братцы, это ручки, это нож. Это для того, чтобы затачивать какие-то такие тонкие инструменты ровненько, качественно и без каких-то особых погрешностей. Выглядит это примерно вот так. Выставили градус и работаем. Ну, понятное дело, что гриндер должен прикручен быть к столешне. И у вас получается тот самый угол, тот самый процент, который вам необходим. Это обалденно. Вот этого мне не хватало просто всегда. Смотрите, вот здесь откручиваем всего лишь один болтик. Наш гриндер становится горизонтальным. А в чем прикол? Объясню. Берем, например, лист ДСП, в данном случае это кетрадка. И вот таким вот движением мы можем смело выбрать у него любой радиус. Собственно, для чего я его и приобрел. Мне нужно очень много деталей, будет завальцевать аккуратно, ровно. Я пробовал делать это болгаркой бесполезно. А еще мне понравилась такая штукенция. Помните, мы как-то делали шахматы для нашего дома. Так вот, представьте, если бы эта штука была у меня в тот момент. Я просто ее включил и шахматы бы заворачивал. Все было бы ровненько и классно. Гриндер показал, стамецки показал. Пойдем посмотрим, что там Женя творит. Женя мелкой кистью сначала проходит опасные участки возле розеток и плинтусов. А потом широкой кистью или валиком, на выбор можно взять или то, или то, закрывает большие площади. Так, пока Женя занимается, я вам расскажу еще один момент. По обоям видосов-то вышло уже много. Но то и дело, в комментариях я прослеживаю от вас вопросы, которые до сих пор тему еще не раскрыли, получается. Кстати, сейчас очень хорошо, наверное, видно фактуру. Люди пишут, взяли себе обои и у них просто не хватило материала по раскладке. Хотя рассчитали все по квадратуре точно. Друзья, скажу, такое возможно, если вы наваливаете большим слоем. А чтобы такого не происходило, нужно всего лишь загрунтовать тем же цветом, что и будут обои. Мы взяли просто грунтовку, заколеровали ее в серый цвет. И когда мы начали накладывать уже обои, у нас получилось, что, можете даже просто посмотреть, между ними все-таки есть больше пространства. То есть вот здесь меньше, тут больше. И если бы мы не заколеровали это в цвет, то нам бы пришлось наваливать большим слоем. Конечно бы, наверное, ее не хватило. Некоторые пишут, что они в недоумении по поводу, как их потом снимать. Кто-то не может грамотно нанести на стену, обои ползут вслед за шпателем. Прилетела куча комментов, что ни в коем случае нельзя их мешать миксером. Вот мы мешали в своем видосе. Друзья, давайте по порядку. Миксером нельзя мешать определенные серии. Это вы узнаете банально, на упаковке будет нарисовано. Серию Silk Plaster Miracle, ее можно без проблем мешать миксером. Там прям так и написано. Если у вас плохо разглаживаются обои по стене, возможно, вы просто не приноровились с углом шпателя. Нужно носить обои под определенным углом, и тогда у вас все будет здорово. Ну и, конечно же, знайте, что если вы какую-то эконом-серию берете, ну да, могут быть такие проблемки, но это нормально. Еще важный нюанс. Друзья, не пренебрегайте, пожалуйста, наносить грунтовку в два слоя. Потому что вам просто как минимум будет проще это все потом снять, а как максимум у вас будет лучше адгезия обоев с стеной. Так, специально для дорогих зрителей сегодня мы не используем миксер. Показываем технику перемешивания обоев руками. Так как они абсолютно экологически чистые, делаем мы это без перчаток. По опыту никаких проблем с кожей не наблюдалось. А перемешали мы, поверьте, уже немало этого материала. Кстати, вот еще один частый запрос, который нам пишут, что они могут осыпаться. И вот здесь я хочу показать на примере своей стены. Однажды приходим домой, вот тут у нас лежат обои. И я думаю, ничего себе, где-то мы плохо нанесли. А у нас кот приноровился, подходит и когтями давай драть. Что мы сделали? Пульверизатором это место побрызгали, оно размокло, шпателем прошли, все, обои выровнялись. Это, кстати, один из таких больших плюсов обоев, что они ремонтопригодны. А в своем доме это прям очень нужно. Ну, конкретно у меня был случай, когда я лестницу тащил и сбил себе вот здесь просто стенку. То есть такое возможно, друзья. Вешевники, они в этом очень выручают на самом деле. По-моему, сейчас прямо на ваших глазах мы совершаем небольшую ошибку. Мы наносим обои под самый потолок. Так как мы подумываем о натяжных и багетном профиле под парящий эффект, наверное, нам все-таки потом придется немножечко обоев снять. Но это не точно. Надо будет посоветоваться с ребятами, кто этими делами занимается. И у меня уже есть мысли, с кем я проведу небольшое интервью, и вам будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Пару слов по плентусам. И я решил делать с таким же эффектом, как и в зале. Сейчас покажу. Ну вот, вот с таким же вариантом. Единственное, что не стал подбирать, как вот на лестнице, да, по полоскам. Просто потому, что у меня осталось уже не так много керамогранита, а покупать специально ради вот этого всего сооружения, ну, такое себе удовольствие, деньги тратить. В общем, делаю из того, что осталось, и мне кажется, будет очень даже неплохо смотреться. Потом, когда это все замажется, будет хорошо. Женя, кстати, сейчас будет это замазывать уже. На самом деле, мы уже немножечко торопимся, так как запись в нашу студию началась, и в выходные у Жени уже будет работа. А сколько нужно еще сделать? С минуты на минуту привезут мебель, и мне нужно еще съездить забрать педикюрное кресло. В общем, пока все идет точно так, как я и задумал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, если мама сидит вот так, и с правой стороны. Субтитры сделал DimaTorzok И под правой опускай. Тебе вот это? Субтитры сделал DimaTorzok Оно вообще, понимаешь, прям под спинку. Ну все, друзья мои, а теперь вы многого не увидели, но мы занесли, уже разложились. И сейчас будет самое интересное. Женя одела свою форму уже, и сейчас будет прикольно. Оцените и напишите в комментариях, как вам, вот что у нас девчули делают. Первый клиент. Ну классно же, классно, ребята. А, давайте я вам сначала все покажу. Вот, ну по оборудованию говорю. Если вам интересно, вы мне напишите, а я вам напишу, что это такое. Или расскажу в следующем выпуске. Я думаю, девчонкам будет больше интересно, но у нас аудитория девчонок процентов 20 всего на канале. Так, дальше. Здесь у нас педикюрная вся эта ситуация. Здесь маникюрная ситуация. Здесь я хочу поставить диванчик кожаный, такой же белый. И останется еще приобрести вот сюда телевизор, чтобы клиентам было чуть интересней. А в следующем выпуске, братцы, мы с вами сделаем вот этот замечательный потолок. Сейчас видно, не видно? Видно. Я никогда в жизни багет не натягивал. Буду первый раз это делать. И все это буду делать с вами. Посмотрите. Ну давай, Жень, мою любимую фразу коронную. Итоговую. Мы рады вас сегодня видеть. Всем пока. Пока. Все, пока-пока. Все, пока.